Добрый день! Это Финанс Лайт. С вами Николай Буздалин. Когда у человека весь заработок уходит на оплату питания и крыши над головой, его труд больше не является процессом экономического развития и становится актом выживания, который на самом деле называется рабство. Все дело в отсутствии финансовой грамотности. Этому не обучали в школе. Бедность передается по наследству. Может вы повторяете ошибки своих родителей? Альтернатива этой парадигмы это долгосрочное планирование. Почему так тяжело составить цели на длительный срок? Почему мозг подсказывает, что это нереально, нелогично? Может потому, что нас не учили и мы не умеем это делать? Ведь любое дело, чтобы мы не начинали, получается по двум сценариям. Первое. Мы что-то делали-делали, даже не понимая, что и у нас вдруг что-то раз и получилось. И второй сценарий. Мы захотели что-то сделать и начинаем планировать очередность процессов. Что, зачем, количество, конкретику покупок, что понадобится, какие инструменты, сколько уйдет на это времени и только потом начинаем делать. Ну например, собрались построить на даче беседку сами. Первый вариант. Покупать все на всякий случай. Доски всех размеров. Вдруг понадобится. Чем-то крышу надо покрывать. Пять разных видов материалов купить, потом при сборке выбрать. Инструмент покупаем на всякий случай. Вдруг фрезер понадобится, пила циркулярная, дрель, шуруповерт. И так можно набрать только инструментов. Порядка 20 наименований. Но вдруг понадобится. Или второй вариант. Когда у нас есть четкий план с указанием чего и сколько надо купить. Разница финансовая будет существенная. Но ведь так в любом магазине. А что мы покупаем? То, что нам точно надо? Или на всякий случай? Но почему-то я просто захотел сейчас это купить. Потому что желаниями покупок управляю или я, или покупаю то, что кто-то запланировал, чтобы я это купил. Или я сам обосновал себе то, что я хочу купить. Надо мне это или не надо. Записал это в свой план и только потом пошел покупать. Как составить правильно план того, что именно мне надо? Любой проект, любое дело начинается с цели. Только поставив цель, будут приходить разные мысли и варианты. А как лучше, как быстрее, как проще, чтобы не пришлось потом переделывать. Цель на день. Показатели, которые должны быть достигнуты в конце этого дня. Цель на неделю. Показатели, что должно быть. На месяц, на полгода, на год. Везде должны быть показатели. Дальше идет на 5 лет, на 20 лет. Цель того возраста, когда мы не будем уже работать. Должны быть показатели у человека. А достигнута эта цель вообще, или мы еще не пришли к ней. Показатели это индикатор, который сообщает, цель у нас достигнута или не достигнута. Одна из сложностей. Отталкиваться надо не от сегодняшних целей, а от конечных целей. Только глядя в конечные цели, можно понять правильность сегодняшних шагов. Как вести себя надо. На пути к цели, чтобы достичь ее в заданный срок. Какое поведение сегодня меня приближает к этой цели, а какое меня отдаляет. Цель сегодня, например, сделать праздник живота. Накормить себя вкусно, напоить, усладить. По итогам дня получилось. Достиг, съел торт, 3 любимых салата, 4 шашлыка, выпил алкоголя, столько, сколько захотел, дорогого. В общем, цель достигнута. Но посмотреть дальше, в цель на 3 месяца, я хотел сделать себе спортивную фигуру. А вчера добавилось полтора килограмма. Убитов полторы тысячи мозговых клеток. Жизнь сократил себе на 40 дней. Но зато вчера было здорово. В семье надо выбрать директора стратегического планирования. Дети должны быть у нас замами. У них мозг светлее и порой подсказывают очень эффективно. Отдельный акцент на то, что все члены семьи должны быть вовлечены в этот процесс. Это для максимальной эффективности. Первое. Цели, покупки, желания. То, что должно быть в конце периодов. Результат. Второе. Это стратегия. Способы, варианты достижения. Математически станет видно. Срок достижения. Отвечает на вопрос, как. Третье. Варианты реализации. Это инструменты. Также регламентируют сроки на этом этапе. Что будет планироваться, что изменить, как лучше и быстрее прийти из точки А в точку Б. Это может быть однократные какие-то использованные планы. Это то, что будет делаться с акцентом на результат, на текущие моменты, привычки, которые циклично повторяются, которые мешают может выйти на новый уровень. Может быть это то, что мы продолжаем делать и тратить на необходимость, на все, что мы учитываем. Или можно придумать программы, установки, которые будут решать текущие проблемы. Или многократного использования задачи. Здесь будет акцент на эффективность и устойчивость. Но устойчивость может придумать кодекс в семье, устав, политику финансовую рассмотреть, регламенты, процессы, системы, процедуры. Там очень много чего можно придумать в семье, что поможет в реализации достижения этих целей. На практике это все подбирается индивидуально. Мы проводим обучение и составляем такие планы лично. Четвертое. Это стратегический мониторинг. Это то, что надо вести отчеты. Основных их четыре базовых отчета. О доходах, расходах, о том, что уже приобретено и о долговых обязательствах. Есть дополнительные. О проектах отчет, о кэшбэках, о всем том, что планируется. Любое дело можно проверить, получается у нас так, как мы хотим или нет, если мы будем вести отчет. В противном случае, как получится. Помните древние сказки? Ну, в интерпретации их уже на новый лад. Это налево пойдешь в кредитах увязнешь, прямо пойдешь за большими деньгами голову потеряешь, а направо пойдешь к цели придешь по кратчайшему пути. Конечно, жизнь это не сказка и у взрослых не три пути на выбор. Это постоянные перекрестки семи дорог и каждый день складывается из маленьких выборов. Не имея карты, очень сложно делать правильный выбор без ошибок, как не сбиться с пути. Если говорить про смысл написания шагов в личном финансовом плане, то все станет наглядно. Смысл прописывания целей, это будут достигнуты эти цели в заданные сроки или нет. Смысл прописывания стратегии, он позволит генерировать новые подходы, свежие идеи, оригинальные преимущества в зависимости от изменяемых условий на рынке или ситуации в стране. Смысл прописывания вариантов позволяет перебрать пути и выбрать тот путь, который будет самый короткий и эффективный. Какой путь к какому результату приведет и насколько длинным окажется. На этом этапе, как правило, делятся задачи согласно участникам, согласно личного финансового плана. И каждый берет на себя какую-то ответственность в рамках каких-то задач. Это очень сильно сближает всех членов семьи, как в песне, движимые одной целью. Смысл прописывания мониторинга – это ведение отчетов. Это все должно контролироваться. Это позволит держать руку на пульсе в зависимости от меняющихся событий, доходов, расходов, ценовой политики. Да и цели у человека могут меняться. Но главное, в личный финансовый план он вовремя подскажет, что и где надо поменять, чтобы получилось так, как мы этого хотим. А смысл всего этого порядка – это долгосрочное планирование. Его часто путают со стратегическим планированием. И даже часто занимается стратегическим планированием, не имея долгосрочных планов. И получается, что даже имея очень хорошую модель стратегического планирования, она может быть обречена. Смотрите «Финанс Лайт» на РБК. С вами был Николай Буздалин. До встречи в эфире.